10 лет назад не стало выдающегося футболиста и тренера. Карьера Федотова в качестве игрока сложилась в ЦСКА, он выступал за армейцев в 1960-1975 годах и установил рекорд клуба по количеству матчей, проведенных в чемпионатах СССР, Федотов провел на поле 382 игры, в которых забил 92 гола. В 1964 году он стал лучшим бомбардиром первенства, а в 1970 году выиграл чемпионский титул. После завершения карьеры игрока Федотов присоединился к тренерскому штабу ЦСКА, а затем возглавил ростовский СКА и в 1981 году выиграл Кубок СССР, впоследствии он тренировал целый ряд российских клубов, работал в Бахрейне и Болгарии. В 2002 году Федотов вошел в тренерский штаб Спартака, а четыре года спустя стал главным тренером команды. С московским клубом он завоевал серебряные медали чемпионата России 2006 года. На следующий год, после неудач Спартака в Еврокубках, Федотов был отправлен в отставку. После увольнения из Спартака Федотов перешел на должность спортивного директора ФК Москва. По окончании чемпионата 2008 года он покинул этот пост. Многое. Я понял, работать надо с единомышленниками, тогда будет все в порядке. Но осуждать Федуна не могу. В тот момент, когда снимали Старкова, он честно предупредил. Владимир Григорьевич, хочу взять Черчесова. У того в Австрии заканчивался контракт. Я вас прошу, продолжил Федун. Поработайте до июня, потом уступите пост. Я беспокоюсь о вашем здоровье. Что-то все беспокоится о моем здоровье. О здоровье, между прочим, в работе. Я принял Спартак, и пошел результат. Главное, меня приняли болельщики. Как в такой ситуации что-то менять? Вскоре Спартак приехал на сборы в Австрию. Там пообщались с Черчесовым. Он не знал, что ему делать. Меня утвердили главным тренером. Черчесову предложили должность спортивного директора. Он колебался, ехать, не ехать? Я говорил, сам думай. Конечно, чувствовал. У меня был один способ выжить в Спартаке, постоянно давать результат. Мне практически не покупали игроков. Зато я много души вложил в молодежь, в школу. Раздавал подзатыльники тем, кто плохо учился. Следил, как Прудников, Бзюба и Шишкин перемещались из школы в дубль. К сожалению, начальство отказывалось понимать некоторые вещи. Например, закономерность того, что в последних четырех матчах при мне Спартак взял всего очко. Из-за того, что сезон закончили позже остальных, отпуск был короткий, а уже в конце января – турнир Первого канала, которому все придавали большое значение. Следом, сель-то в Кубке Уэфа подготовительный период получился скомканным. В апреле я увидел, что ребятам не хватает физики. Ввел двухразовые тренировки, завышал нагрузки. Мне надо было дотянуть до австрийского сбора, где планировал улучшить кондиции. Нет, это Спартак. В любой другой команде терпеть не стал бы. Я получил колоссальный жизненный опыт. Некоторые упрекают, мол, нет характера, как это нет? Если б не было характера, я бы как игрок ничего не добился. И в ситуации со Спартаком мог бы много напороть. А я с честью вышел. Меня нагибали, но устоял. Для большинства наших людей понятие интеллигентности и отсутствия характера – одно и то же. Не видит разницы. В такой команде, как Спартак, человек без характера и недели не протянет. Моментально задушит. Поначалу он произвел приятное впечатление. Но когда начались тренировки, я увидел – никакой системы. Сегодня может дать 10 рывков. Завтра 20. Пришлось его контролировать. Нельзя такому человеку доверять команду. А то бы загнал игроков. Говорил этому австрийцу «Напиши конспект, над чем собираешься работать». Он мне зло бросал листочки. Но я все равно стоял, считал, сколько отрезков дает. Я не мог ничего сделать ни с Берецки, ни с Шавло, ни с Черчесовым. Все-таки не с проста Черчесов, став главным тренером, сразу заявил – мне спортивный директор не нужен. А насчет Берецки я говорил Шавло не раз и не два. В последнее время Шавло перестал заходить. Думаю, он хорошо работал бы при советской власти. Говорит исключительно лозунгами. Но сейчас это выглядит нелепо. Мне приходилось выворачиваться, делал еще одну установку в раздевалке, перед самым выходом на поле. Чтоб настроить команду, чтоб выветрились лозунги Шавло.